Постановщик трюков в фильмах «Форсаж» рассказал о съемках нового последнего эпизода франшизы «Газета. Р. Автомобили». Алина Распопова из трех сад дорогих и редких спорткаров, которые снимались в новом «Форсаже 7», выжило менее 30. Самые сумасшедшие сцены снимались без применения компьютерной графики, а актеры за время работы во франшизе превратились в настоящих автоэкспертов. Деннис Маккарти – человек, который решает, за рулем каких машин оказываются главные герои. В интервью газете «Р!» он рассказал, как проходили съемки и будут ли новые эпизоды уже без участия Пола Уокера. Долгожданная часть автомобильной франшизы «Форсаж 7» выходит на российские экраны 9 апреля. Новый фильм станет логическим продолжением сразу двух эпизодов «Тройной форсаж», «Токийский дрифт» 2006 и «Форсаж 6» 2013 года. О том, как снимались самые невероятные автомобильные трюки, кто главным образом рискует во время съемок и как главные герои получают свои машины, в эксклюзивном интервью газете «Ре», рассказал автомобильный координатор кинокартины Деннис Маккарти, насчет у которого работа уже в четырех частях фильма. Деннис, как вы подбираете автомобили для каждого персонажа, они должны как-то отображать характер главных героев или же вы просто берете самые дорогие тачки. Выбор автомобилей начинается задолго до того, как вы видите персонажей на экране. Например, дом Доминик Торетто. Газета «Ру» в самом первом фильме ездил на «Маздуар-Экс» 7, которая определенно уже не подходит ему сейчас. Поэтому в конце фильма он стал ездить уже на «Додж-Суперчарджер», который по легенде принадлежал его отцу. Персонаж Пола Уокера, Брайан, ездил на «Ниссан Скайлайн», «Субару». В «Форсаже 5» у него был «Порш ГТ3», и с ним было проще всего, потому что именно такие автомобили предпочитал водить в реальной жизни сам Актер. Машины меняются от фильма к фильму, они подбираются в зависимости от окружающих условий. Например, в разгаре сюжета «Форсажа 7» мы увидим друга Брайана Романа Пирса за рулем старого «Шевролей Каприз», который, казалось бы, немного выпадает из всего происходящего. Но потом мы видим, что герои возвращаются в Лос-Анджелес, к своим корням, именно здесь проходили съемки первой части. И за рулем этого же автомобиля мы видели Романа именно тогда. В общем, у меня есть много возможностей по выбору автомобилей, а главная задача – подготовить их к съемке. Поэтому уже до начала съемочного процесса мы знаем, кто из персонажей на каком автомобиле будет ездить. Как вы получаете все эти невероятные автомобили для съемок? Их приходится покупать или же автопроизводители выстраиваются в очередь, чтобы предложить именно их машины. В нашей системе нет ничего необычного, по ней работает большинство. Сначала мы составляем список автомобилей, которые хотим видеть в картине, а затем отправляемся на аукционы, сайты типа eBay или AutoTrader. Чаще всего нам приходится покупать автомобили, потому что в 90% случаев мы уничтожаем их. Именно поэтому нам проще не одалживать машины, а покупать их и дорабатывать под себя. Это не значит, что мы собираем их целиком от начала до конца, но все происходят примерно таким образом. Сколько автомобилей было приобретено для съемок в Форсаже 7? Дайте подумать, некоторое время назад я уже сбился со счета. Примерно 300-350 автомобилей. И все они выжили? О, нет. У нас осталось всего около 30 автомобилей, которые все еще можно демонстрировать для публики и задействовать в мероприятиях для прессы. Мы уничтожили действительно огромное количество автомобилей. Судя по трейлеру, в новой части нас ждут совершенно сумасшедшие трюки и эпизоды. Например, автомобили один за другим вылетают с самолета на парашютах. Как все это создается, это все компьютерная графика. Самое удивительное в этом фильме то, что почти в 100% случаев использовались реальные съемки. Эту сцену мы снимали в пустыне Аризоны. Для съемок использовалось большое количество автомобилей и различной техники. Автомобили действительно выпрыгивали из самолета с прикрепленными на них парашютами. Так что все, что вы увидите, происходило вживую, это не 3D-графика. У нас была команда операторов, которые вместе с видеокамерами действительно выпрыгивали из летящего самолета вслед за автомобилями и летели прямо за ними. При приземлении нам пришлось немного схитрить, но опять-таки было очень много реальных моментов. Автомобили действительно приземлялись с высоты примерно 20 фойтов. Мы сбрасывали их со скоростью 40-45 миль в час. Поэтому когда вы увидите на экране, как автомобили выпрыгивают из самолета с парашютами, ударяются о землю, а после несутся по дороге, знайте, это все по-настоящему. Именно это и отличает всю серию фильмов «Форсаж» от других подобных картин. Если мы показываем, что машина делает определенный трюк, то она действительно его делает. Даже когда вы видите, как спортивный гиперкар на высокой скорости прыгает, небоскреба на небоскреб, это значит, что он действительно летит из одного здания в другое. Машина пробивает стеклянную стену, проходит определенную траекторию, потом она разбивается. Мы стараемся держать баланс между реальностью и 3D-графикой. Кстати, о полетах на небоскребах. Как вы решили, какой автомобиль будет задействован в этой сцене? Перед нами стоял выбор из нескольких автомобилей, в итоге мы решили выбрать «Букетти». Это была самая дорогая машина из задействованных в съемках. Джеймс, Джеймс Ван, режиссер фильма. Газета «Ру» хотел, чтобы в этом эпизоде снялась самая запоминающаяся «Огненная машина» и «Букетти» подходила на эту роль лучше всего, потому что эту машину знают все. Это стоило около 2-3 доллара MLN, и она очень подходит персонажу романа. Иногда кажется, что главные герои, которые сидят за рулем, вот-вот погибнут. Случались ли за время съемок действительно опасные ситуации? Да, конечно. Правда, каскадеры рисковали намного больше. Так, мы снимали несколько сцен на горе Пайкспик. Здесь проводится популярнейшая американская гонка. Пайкспик Интернашнл Хилл Клайм. Трасса протяженностью 19,99 километра насчитывает 156 поворотов. Стартовая точка находится на высоте 2862 метра, а финишная, уже на отметке 4301 метр над уровнем моря. Газета. Это огромная горная трасса с резкими поворотами. Автомобилям приходилось ездить на скорости 70-80 миль, 112-128 километров, в час. Но для работы в таких условиях у нас есть опытные ребята с нужным оборудованием. Один из водителей каскадеров участвовал в соревнованиях на Пайкспик в течение 15 лет. Еще один наш каскадер, который также много лет участвовал в гонках, находился за рулем автобуса, с которого велись съемки. Чтобы снизить риски, необходимо просто помещать правильных людей в правильную обстановку. Хорошие каскадеры вводят машину, они минимизируют риск для актеров. Как много времени сами актеры находились за рулем? У актеров всегда есть выбор, сколько они хотят пробыть за рулем. В Абудале большинство съемок прошло с участием самих актеров. Но это все занимает очень много времени. Они очень заняты, у них очень напряженный график. Съемки заняли бы в два раза больше времени, если бы за рулем всегда сидели сами актеры и исполняли все трюки самостоятельно. Поэтому нам пришлось приложить некоторые усилия, чтобы съемки были окончены вовремя. Как актеры готовились к съемкам? У них было много тренировок, кроме того, их учили драться. Иногда на то, чтобы снять 30-40 секундную сцену, уходили месяцы тренировок. Но всем актерам оказывалась большая помощь, у нас большая съемочная команда, и каждый выполнял свои обязанности. Бывали дни, кода на площадке одновременно работало 500-600 человек. Насколько актеры улучшали свои навыки вождения, начиная с первого фильма? За время съемок все они стали настоящими автомобильными экспертами. Они отлично знают, как управляться с машинами. Пол Уокер был просто фанатом автомобилей. Я думаю, что невозможно было бы пройти весь этот путь съемок во франшизе и не набраться опыта. Наша леть ТВ в семье поездила на новом. Вайпе. Мы решили ей подобрать что-то экзотическое, но при этом подходящее по духу всем автомобилям семьи Доминика. Сам Дом ездил на Чарджере 2015 года, но на момент съемок этого автомобиля еще физически не существовало. Поэтому мы откатали несколько самых первых прототипов этой модели. Многое делалось буквально в последний момент, и нам очень понравилось все, что в итоге получилось. После того, как Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе, каково всей команде видеть его на экране. Все участники съемочного процесса были опустошены, когда все это произошло. Он был отличным парнем, и все хорошее, что о нем говорили и писали, это правда. Без него было сложно продолжать съемки, и мы очень горды тем, что работали с ним. Мы будем вечно помнить его. Может быть, вы расскажете про эпизоды, которые мы еще не видели в фильме. Ваш любимый, например. О, там будет огромное количество просто улетных моментов, но я не могу рассказать вам о них, придется идти в кинотеатр. Но осталось немного времени. Я могу сказать, что мне они все очень нравятся. Можно готовиться к тому, что следующая часть окажется еще более сумасшедшей, чем предыдущая. Каждый последующий фильм действительно оказывается еще более невероятным, чем предыдущий. Острые моменты в этом фильме начнутся уже почти в самом начале. Там будет показана высадка с самолета, просто сумасойти, как здорова. Во второй части фильма герои вернутся в Лос-Анджелес, свой родной город, и у вас возникнут совершенно удивительные ощущения и эмоции. Одна из самых важных задач во франшизе – то, что мы всегда должны быть на высоте и каждый раз должны показывать нечто большее и лучшее. Иногда, приступая к работе, бывает трудно поверить, что возможно превзойти предыдущую, найти машины еще круче, снять еще более невероятно, чем это было. Но, к счастью, у нас есть Джеймс, каждый раз он собирает команду и снова и снова заставляет поверить нас в том, что в этот раз мы сможем сделать еще лучше и никто не будет разочарован. Ждать ли нам новую серию «Форсажа» и, по вашему мнению, будет ли она также популярна уже без участия Пола Уокера? Я всей душой надеюсь, что франшиза получит продолжение. И я чувствую, что она будет пользоваться невероятным успехом. Пол, безусловно, внес огромный вклад во франшизу. Но я надеюсь, что жизни съемки будут продолжаться. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш е-мейл.